Когда я находился в этом доме, на своей позиции, я услышал по радиостанции переговоры между резервистом и командиром роты, который давал команду в расход, то бишь, убивать мирных жителей после того, как их лобили в комендантское время. Вот с этого балкона я наблюдал, как ранним утром был убит местный житель возле 4-го подъезда. Что при этом видел? Кем убил был? Резервистом с поздним соколом. Вот на этом месте в 10-х числах арта был убит мужчина, резервистом с поздним соколом. После чего он и еще один резервист взяли мужчину за ноги и затащили в убежище. Сюда, в убежище. Также я услышал по рации, как давались команды заминировать утробу. И команды, и как убивать людей. Какие? Команда 30-й. Давалась патрулю, которая задержала людей. Я пришел на их позицию, мы разговаривали. Мне сказали, что по этой тропе вышел мужчина, который набирал воду. Подарики, это добра. Они сказали, что по проверенным источникам, там никакой воды не было. После чего они решили пустить его в расход. В расход, поясняй, что... В расход, то есть они его застрелили. Здесь в 3-4 числах, на этой тропе, была команда шаманов заминировать. В капусту, чтобы никто не ходил. Также я, когда вышел и почувствовал взрыв, вышел, увидел, как здесь был труп. Также мне была подана команда, оттуда, железной дороги шли 4 мужчины, лет 30. И, кстати, лейтенант Ткаченко сказал мне пустить их в расход. Я сказал, что я это делать не буду. И они пошли в зону 501 батальона, где те сказали, что это проверенные люди, что это местные. После чего лейтенант Ткаченко приехал на мою позицию, начал читать меморали и ругать меня за то, что я отказываюсь выполнять эти приказы. Поясни, пожалуйста, команда в расход, это что означает? Команда в расход означала ликвидация человека, убийство.